ну что вот и апрель но у нас начало апреля ознаменовалась резким похолоданием на самом деле последняя неделя марта была очень теплая было прям даже плюс 15 плюс 16 но вот в конце в последние дни резко похолодало и первые дни апреля тоже было достаточно холодно и сегодня по пути вот в келар не я сейчас нахожусь на кольце керри по пути в келар не сегодня даже посыпал град и некоторые горы в центральной части в теперь аре некоторые горы были засыпаны снегом с одной стороны неожиданно да для апреля холодно с другой стороны и скорее всего и в келар не где самые высокие горы тоже будут заснеженные горы должны быть я надеюсь на это очень собственно сейчас я еду горы туда на еду на точку ladies view надеюсь там поснимать заснеженные горы ну и вот по пути ха-ха попались олени это не дублинские олени из феникс парка это в каком-то смысле дикие олени из келар не пойдем поснимаем они за загоном слишком близко подбираться не не получится вон там олежки видите да линзы не хватает сейчас я или одену линзу типа снимаю более крупных ну вот так немножко получше и надо гораздо ближе это скорее всего не совсем такие олени они в загоне каком-то но на самом деле здесь келар не и на кольце керри нужно быть очень аккуратно на дороге потому что олени могут выбегать на дорогу особенно вот в этом райончике около водопада торг недалеко от озер где вот такая лесистая местность олени могут выбегать на дорогу особенно рано утром либо поздно вечером поэтому аккуратнее здесь нужно на дороге себя вести ну вот не во время опять начинается дождик надеюсь он как кратковременный потому что нам нужно с вами подняться в горы вот туда вот где то вот здесь у нас находится . вот здесь находится . дамский вид откуда открывается красиво очень панорама на долину на все эти озера сейчас мы отправляемся туда а это не просто дождь начался это это град какие-то катаклизмы опять пришли в ирландию нас апель месяц уже должна быть во всю весна у нас град а Нереально сильный ветер. Я сейчас был на точке, которая называется Lady's View, но там невозможно снимать, очень сильный ветер, сдувает просто и камеру и штатив, поэтому переехал немножко в другое место, здесь тоже очень красиво. Жутко холодно. Гор отсюда, особо заснеженный, гор отсюда не видно, поэтому перейдем чуть-чуть дальше. Надеюсь, сейчас и за хребта, если выехать, то горы должны быть видны хорошо. Как раз буквально минут через 20 у нас будет закат, так что все должно сойтись в одной точке. Вы спросите, почему смотровая называется Lady's View? Это как бы женский вид, дамский вид. Все очень просто. В 1861 году здесь, в Келарне, в поместье Мокросхаус, отдыхала королева Виктория со своей свитой. И ее фройлен, ее прислугу, местные мужички, отвезли сюда показать местные ирландские красоты. И вот этим фройлен так понравился здешний вид, что они там очень радовались, им очень понравилось. Вот, поэтому назвали это место женский вид, что женщинам, девушкам, леди очень нравится. Название прицепилось, так это место теперь и называют. Ой, ребята, что здесь творится, что здесь творится, тут просто нереальный смех. Ага, какой нереальный ветер, как холодно. И вот там идет просто нереальная жесть. Извините, я не мог уже что-то говорить во время съемки, потому что, чтобы не упустить момент, это было буквально вот 10 минут. И смотрите, что там делается теперь. Давайте покажу. Мы снимали вот туда, в ту долинку. Все ее заволокло. Сейчас и на меня, вот прямо на меня движется дождевая, а мне кажется, даже снежная туча. Сейчас меня накроет какой-нибудь циклон. Да, поэтому я спрятался в машине. Кстати, помните, в прошлый раз я вам показывал тоже немножко кольцо Керри, показывал. Я ехал на перевал Донлоу. Вот этот перевал, вот он там. Вот это, вот это, вот это перевал Донлоу, на котором я был в прошлый раз. Солнце село, я отправляюсь в отель, потому что снимать больше нечего. Завтра мы здесь целый день катаемся по кольцу Керри. Надеюсь, мне удастся поснимать там, может быть, где-то в перерывах. Покажу вам красивые виды кольца Керри. Надеюсь, погода не подойдет, потому что вот эти вот кратковременные налеты из снежных бурь, они, конечно, как-то настораживают. Но надеюсь, что завтра все будет нормально. Так что до завтра. Ну и вот, как я и говорил. По вечерам и утром здесь нужно ездить очень-очень аккуратно. Ладно, теперь точно домой. Сегодня был просто фантастический день, да, после вчерашнего снега, вот этих вот налетов снежных. Я как-то опасался за погоду сегодня. И даже прогноз Гидромедцентр тоже как бы ничего хорошего не говорил. Но на удивление сегодня была просто какая-то нереально прекрасная погода. Сегодня, можно сказать, так сделал небольшой шаг в сторону и посетил места на кольце Керри, на которых я никогда не был. Да, такое тоже, такое тоже возможно. За 9 лет катания, даже больше уже, наверное, лет 12 катания сюда на кольцо Керри. Есть места, в которых я не был. И сегодня мы вот парочку таких мест посетили. Началось все с замка, который я вам показывал буквально вот пару выпусков назад. Но тогда я его не смог толком снять, потому что шел дождь. Но сегодня очень повезло, хотя опять-таки солнца сильно яркого не было. Но, по крайней мере, не было ветра и не было дождя. И даже удалось немножко полетать над замком. Субтитры создавал DimaTorzok И дальше, дальше я решил продолжить по этой же дороге. И мы доехали до просто удивительного места. Просто фантастическое место. Скалы такие, обрывы, утесы прямо в океан. И я хочу вам сказать, что скалы Мохер немножко начинают волноваться. Потому что у них появился соперник. И прям такой неслабый, я вам скажу, соперник. Потому что безумно, безумно красивые скалы. Очень красиво. По высоте, наверное, может быть, немножко уступают. Но по живописности вообще ни разу. Очень красиво. Если туда попасть в хорошую погоду, а мы именно в такую погоду и попали, вам было просто фактически ясное солнце. Я даже вот немножко, такое ощущение, у меня лицо горит. Кажется, немножко даже подгорел. Но это приятные такие неудобства, скажем так. Безумно красивое место. Очень красиво. Очень стоящее место. Небольшое ответвление от маршрута основного. Но оно того стоит. Место безумно красивое. То там нужно оказаться в хорошую погоду, на закате. Я думаю, там просто будет буйство, красок. Очень-очень красиво. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и уже напоследок, чтобы, так сказать, добить уже неизведанные точки, я заехал еще в одну точку, которая здесь около Келарни находится. Удивительно, но я это место как-то все время пропускал, не обращал на него внимания. Я говорю об адстве Мокрос. Оно здесь, прямо рядом с Келарни, буквально там 2-3 километра от центра Келарни. И место оказалось, на удивление, интересное. Само аббатство. На самом деле аббатство, скажем так, обычное. Таких аббатств в Ирландии огромное множество. Но изюминка этого аббатства в том, что здесь в центре, где в так называемом монастыре, монастырь в таких аббатствах, это называется внутренний вот этот дворик, где с открытой крышей, где монахи как бы медитировали, молились. Так вот, в центре этого монастыря, в центре этого дворика растет дерево. Этим, собственно, аббатство и знаменитое. И, ну, опять-таки, я поставил такую очень хорошую жирную галочку, потому что это место очень стоящее, туда можно заезжать, либо можно туда даже пешком из самого Келарни гулять. Очень интересное, красивое место. Вот такие получились покатушки по кольцу Керри. Я сюда буду еще очень много раз возвращаться, уже даже не знаю, что еще показывать. Может быть, только уже совсем сумасшедшие, красивые виды в идеальную погоду, с идеальным освещением. Но я сюда еще буду очень-очень много раз возвращаться, потому что это один из самых популярных, самых раскрученных маршрутов. Очень многие туристы сюда хотят приехать. Мы это место очень часто посещаем. Ну, теперь к списку мест посещения на кольце Керри добавилось еще как минимум 2, а может быть даже 3 места, которые мы будем посещать при посещении, простите за тавтологию, при посещении кольца Керри. На сегодня тогда все. Спасибо, что досмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем хорошее настроение и, конечно же, слон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok